Как известно, прибрежная полоса реки Сочи в районе села Пластунка заставлена беседками для пикника. Бронировать столик на уикенд сочинцам приходится заранее. Место уже очень популярное. Как оказалось, именно по этой причине здесь скапливается мусор. Не успеваем вывозить. Так оправдываются предприниматели. А у вас тут отдохнуть можно? Скажите, пожалуйста, а до того, когда мы приедем, тут можно немножко мусор убрать? Это вас беспокоит экологический совет при главе города. Я уберу его. Все, мы через 15 минут подъедем. Подъедем через 15 минут. Ну, спасибо. И все же, несмотря на востребованность места под Пластунским самшитом, экологическая ситуация здесь благоприятна. Это вердикт членов постоянно действующего совета при главе города, которые стали участниками акции «Городу Сочи. Чистые реки». Компанию им составили сотрудники департамента по охране окружающей среды и лесопаркового хозяйства курорта. Специалисты отмечают, предприниматели с туристами оказались более сознательными, нежели местные жители. Мусорные мешки быстрее наполнялись у домов селян. Вот только найти эти свалки не всегда просто. Наши жители позволяют себе жить в нечистотах. Потом эти грязные истоки просто так или иначе стекают в наши реки. И, соответственно, мы потребляем эту воду, в ней купаются наши дети, мы сами. Это может нанести непоправимый урон нашему здоровью и просто нашей территории. И в этом плане и администрация города, и администрация края, и администрация Российской Федерации, руководство к этому принимает очень много усилий. Все начинается с малого. Как река с истока, так и экологические проблемы сброшенного окурка. На берегу же реки экологам попался и пластик. Он составил 85% от всего собранного мусора. По 5% нашлось металла, стекла и резины. И весь этот вред окружающей среде наносит лишь человек. Насколько очень важно всем вместе смотреть, наблюдать, действовать, для того, чтобы та среда, в которой мы живем, она была комфортной, она была чистой, она была безопасной для всех нас. И включая наше будущее поколение, это дети. И мы, естественно, должны показывать большой и очень важный пример. Нельзя забывать о том, что тот мусор, который вы производите, его необходимо собирать. Беречь окружающую среду необходимо не только в красный день календаря. Соблюдать чистоту на улице нужно, как и дома, ежедневно. Рассчитывать на туристов курорту почти не приходится. Вся ответственность на самих сочинцах.